Мэйден Кейзет Затянулся постпродакшн фильма «Охота за призраком» в первую очередь из-за того, что в картине будет присутствовать очень много кадров с добавлением компьютерной графики. Хотя есть и еще одна веская причина. Очень много материала, порядка 16 терабайт. Для казахстанского фильма это очень много. То есть это порядка 90 часов, представьте, из которых нужно слепить 2 часа. То есть и каждый кадр при этом, ну, есть очень большой выбор у тебя. И, ну, нарезки сами по себе становятся более динамичными за счет этого. Вполне возможно, что после выхода полнометражного фильма на экранах также появится и сериальная версия картины. На это, по крайней мере, надеются создатели. И еще «Охота за призраком» не имеет никакого отношения к фильму «Обратная сторона». Хотя изначально говорилось, что это будет продолжением. Это не «Обратная сторона». Он даже вообще совершенно ничего общего не имеет. Единственное, главный герой Санжар Мадив. Остальное все, ну, совсем как бы и формат, и жанр совершенно другой. Это фантастика с элементами, там, боевика, приключенческий такой экшен. Ну, такой вот микс. Фильм будет выпущен на двух языках – русском и английском. Это для зарубежного зрителя. И вполне возможно, что его переведут на казахский язык. «Охота за призраком», съемки которого проходили в Алматы, Астане и Голливуде, собрал в одном месте как казахстанских, российских, так и американских актеров. Ну, бывает так иногда, конечно, когда прописывают роль какая-то эпизодическая, только ради того, чтобы там голливудский актер появился. Нет, у нас такого не было. Их роли, они от начала и до конца проходят через весь сюжет фильма. И они как бы не, совершенно никакие-то не косвенные, а на них весь сюжет держится. Никита Пресняков, кстати, в «Охоте за призраком» покажет все свое мастерство паркура. Он, заметим, занимается этим уже не один год на профессиональном уровне. Откроем небольшую тайну. В «Охоте за призраком» казахстанцы будут спасать мир. А премьеру посетит сама Алла Борисовна Пугачева. Субтитры создавал DimaTorzok